всем привет мои хорошие вы снова на канале домашняя кухня вкусно и просто давно мы с вами не виделись и я от всей души хочу поздравить со всеми праздниками которые были не так давно и сегодня мы с вами будем готовить старый рецепт ну как старый по этому рецепту готовила еще моя мама моя бабушка и я готовлю лет десять уже наверное очень вкусные и пышные лепешки на кефире эти лепешки обожает мой муж обожают детки и обязательно приготовьте самые простые ингредиенты которые нам понадобятся это 2 яйца чуть больше половины чайной ложки соды щепотка соли 4 столовых ложки сахара пол литра кефира у меня это два с половиной процента и мука муку я всегда беру на глаз но сейчас когда буду делать рецепт и вам обязательно скажу сколько в граммах меня ушло муки ну что начнем на заднем плане потрескивает печка да то есть у нас так уютно дома классно не хватает только вкусных лепешечек мы берем глубокую чашку разбиваем сюда два яйца добавляем 4 столовые ложки сахара и тщательно перетираем венчиком теперь добавляем пол литра кефира здесь количество кефира зависит от того какое количество лепешек вам нужно да если вы хотите побольше лепешек то берите двойную норму я всегда открываю пакет кефира и когда добавляю в тесто вот с таким вот усилием как бы выбрызгиваю тем самым он сбивается кефир и не поверите от этого лепешки становится пышнее добавляю пол литра кефира перемешиваю затем сюда же добавляю соль и чуть больше половины чайной ложки соды соды не переборщите можно заменить разрыхлителем но я вам показываю старый рецепт по которому готовила еще моя мама в то время разрыхлителя не было поэтому давайте сделаем уже с теми ингредиентами которые были в то время я немножко перемешиваю и на этом этапе я оставлю тесто примерно на 10 минут для чего я это делаю я хочу чтобы сода полностью вступила в реакцию с кефиром и потом лепешечки получаются невероятно пышными уж поверьте мне маленький такой секретик до оставляем тесто минут на 10 через 10 минут вы сами увидите что на кефире по явятся такие пузырьки да что свидетельствует о том что можно дальше продолжать так давайте посмотрим поближе как у нас прошла реакция кефира с содой эти пузырьки значит можно начинать уже добавлять муку так муку мы обязательно просеиваем не ленитесь на этом этапе я знаю что многие хозяйки просто ленится чтобы вам было удобнее купите себе вот такое вот механическое сито она очень удобно здесь есть разметка для граммов да то есть вы сразу можете определить сколько грамм муки вы добавили и муку нужно просеивать чтобы она насытилась кислородом и чтобы ваша выпечка была пышной вкусной красивой так добавляем постепенно муку у меня в этом стаканчике 300 грамм муки начинаем добавлять постепенно и замешивать тугое тесто когда тесто уже будет туго мешать венчиком да видите уже неудобно мешать в чашечке я перехожу на стол у меня многие спрашивают уже у меня есть постоянные зрители на моем кулинарном канале где я взяла вот этот вот силиконовый коврик на котором раскатываю тесто давайте вам просто оставлю ссылочку внизу видео да я покупала на сайте не учить примерно два месяца назад коврик очень удобный он не скатывается не съезжает со стола да у меня вот одна девушка спрашивала чем я закрепляю этот коврик ничем я его не закрепляю он должен быть сам по себе плотным и нескользящим да то есть уже изначально бывают такие коврики тонкие которые плохо держатся на столе этот коврик удачный уже два месяца я им пользуюсь с удовольствием и замешиваем тесто продолжаем дальше месить уже у меня ушло это еще раз я набрала муку то есть уже ушло 600 грамм муки замешиваем руками тесто чтобы получился густой эластичный комочек так ну что постепенно у вас формируется плотное эластичное тесто она достаточно мягкая живое то есть она не забита мукой у меня в общей сложности ушло где-то 600 грамм муки но то есть немного муки еще осталось на столе она нам понадобится для того чтобы разделывать лепешки да и теперь я оставлю наше тесто накрою полотенцем на полчаса так ну что прошло полчаса в принципе можно тесту дать и подольше полежать чем она дольше полежит тем даже лучше даже можно вот например вы сделали тесто и не хотите сразу все со всего делать лепешки половинку убрать в холодильник да и с ним ничего не случится если она постоит в холодильнике сутки например на следующий день можно уже с готового теста пожарить свеженьких лепешечка так я немножко помешаю сейчас еще его и будем формировать с вами лепешечки здесь вы можете формировать любого удобного для вас размера лепешки я буду большие делать как делала моя мама сейчас воспроизвожу рецептик точно так же как делала моя мама немножко вот так раскатаю колбасочку и разрежу например на одинаковые кусочки теста и буду раскатывать лепешки помощью скалочки так каждый кусочек я еще немножко так вот подберу руками чтобы вам было удобней смотреть что я делаю вам вот так вот покажу и будем раскатывать лепешки так ну что я раскатаю сразу несколько лепешек чтобы было удобно жарить не надо было бегать потом да и вот такого примера диаметра получается лепешечка разрезаю ее в нескольких местах чтобы она равномерно прожаривалась да если мы не сделаем надрезы то она надуется одним большим шариком внутри вот здесь вот да и потом не очень красиво будет поэтому делаем несколько надрезов так ну что и так раскатываем все лепешки так ну что масло у нас горячая раскалилась будем жарить лепешечки опускаю ее горячее масло и жарю за до золотистого цвета с двух сторон лепешечки жарится очень быстро благодаря дырочкам которые мы сделали они прожариваются равномерно и быстренько сейчас на жарим целую стопочку вкусняшек чашечка горячего чая сметанка любимая вареница и очень вкусные лепешки что может быть еще лучше для семейного чаепития да ну и не только можно и гостей конечно же угостить лепешечки получаются пышными красивыми румяными так и хочется уже откусить кусочек что мы сейчас с вами сделаем давайте мы ее разломим чтобы показать как она выглядит в разрезе да в разломе так сказать многим интересно вот такая вот пышненькая румяненькая красивая и очень вкусная лепешка давайте попробуем кусочек лепешки просто тают во рту извиняюсь что я пробую но я не могу просто сдержаться действительно очень вкусно советую вам приготовить этот рецепт не забывайте поставить пальчик вверх поддержать мой канал а я и дальше буду стараться для вас мои дорогие и любимые всем пока пока увидимся